И вот некоторые говорят, вот почему я поднял вопрос о том, что прошлом, зачем нужно знать прошлое, у нас и так проблем свои хватает. Так вы знаете, если мы не будем знать прошлое, мы будем повторять те же самые ошибки, что делали наши предки. И без прошлого у любой нации, народа нет будущего, это мое убеждение, я может быть ошибаюсь, это первое. И второе, поймите следующее, что когда мы изучаем и прошлое, мы не только изучаем ошибки своих предков, мы начинаем понимать и восстанавливать справедливость. Вот потому что, знаете, когда вот несправедливость, не знаю, у меня с детства была, так сказать, аллергия на несправедливость. То есть все, что было связано с несправедливостью, вызывало протест. И поэтому, когда вот наш народ загнали и приватили, что вот такие скоты примитивные и так далее, и так далее, ну если бы мы были бы такими, ну и Бог с ними, справедливость и справедливость. Но когда лгут, извращают все, по крайней мере, наши с вами долг перед нашими предками восстановить их честное и доброе имя, я так считаю, по крайней мере. Потому что мы им обязаны хотя бы тем, что мы все-таки еще существуем. Если бы их не было, нас тоже не было. И без понимания много невозможно добиться движения вперед. То есть прошлое и будущее, по-настоящему все взаимосвязаны, единое. Нет отдельно будущего, нет отдельно настоящего, нет отдельно прошлого. Все взаимосвязано, все едино. Редактор субтитров А.Семкин